Привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас новые обновления в игре, которые уже произойдут завтра и новая звёздная неделя, которая ждёт нас уже в ближайшее время. Продлится она с 25 числа, если я не ошибаюсь. Да, с 25 числа, с завтрашнего дня уже она у нас начинается и делают у нас там определённо нагибаторские призы. Сегодня поговорим именно поэтому, но перед началом ролика и обсуждения прожмите, ребят, палец вверх, если вам нравится вся эта тема, если вам нравится оповещение обновлений, обзор на них и всё в этом роде. Начнём, наверное, сегодня с именно таких обновлений, которые у нас ведутся уже завтра. Завтра у нас выйдет в матчмейкинге целых три новых карты, а именно Кёльн, Парма, Магистрали, Бобруйск. Четыре карты у нас новых введут. И посмотрим вообще, насколько актуальны они будут именно в матчмейкинге, так как в про-битвах сейчас на них особо много никто не играет. Посмотрим, будут ли они актуальны именно в матчмейкинге. Единственное, из этих четырёх карт я бы, наверное, отдал предпочтение двум картам, которые мне больше нравятся, я бы так сказал. Это Кёльн и Парма. Парма было бы интересна за счёт того, что, в принципе, это большая масштабная карта, простреливаемая с респа до респа, то есть, ну, спокойно прострел имеется. Ну, а Кёльн вообще, в принципе, это один из старых Форт Ноксов, который был уже давным-давно в игре. Просто его немножко преобразовали и довольно-таки очень-таки прикольная карта получилась. Дальше, что у нас завтра ещё будет? Завтра у нас будет новый скин Рикошета. Я, кстати, ребят, не угадал по этому поводу. Мы спорили с Тёмой и с Адвокатом насчёт того, какой скин именно следующий у нас выйдет. Выходит Рикошет, я ставил на Молота, а Тёма с Адвокатом я не помню. Кто-то, походу, из них ставил на Рикошета, поэтому, если кто-то из них угадал, то нам придётся раскошелиться немножко и подарить жёсткий нагибаторский подарок. Что же у нас дальше? Дальше у нас справки в балансе. Рикошет, Магнум и Страйкер у нас. Три эти пушки подвергнутся балансу. Что касаемо Рикошета, то именно-таки баллон у данной пушки будет больше. И, то есть, получится так, то, что шариков в баллоне будет больше, то есть, больше обойма, больше урона вы сможете нанести. Поэтому, скорее всего, это будет ап, но не будем загадывать, в принципе, то, что сделали с пулемётом, тоже называли, что была пушка у нас апнута. В итоге, по сути, никакого такого сверхнагибаторского баланса у нас с этой пушкой не произошло. Что касаемо Магнума, то у нас время перезарядки после выстрела и время набора мощности теперь связаны друг с другом. Если вы стреляете, не набрав полной мощности, то время, которое было бы потрачено на набор 100% заряда, добавляется ко времени перезарядки. Это изменение, призвано уменьшить эффективность пушки в ближнем бою. А, понял, короче, у нас это даже не апают, не апают даже пушку, а что они делают с ней дополнение к этому настройке сплэша, ну, таким образом, что попадание снаряда рядом с танком было менее выгодным для стрелка. А, ну, короче, у нас Магнум, наоборот, нерфует. Нерфует Магнум. Ну, и, конечно, не знаю, стоило бы ли его нерфить. При том, что все остальные пушки начинают жестко апать, то Магнум находился как раз в этом среднем балансе. И сейчас его делать хуже, я не знаю, мне кажется, что это не совсем разумно. Ну, ладно. Что касаемо страйкера, то у нас эффективность сплэша, значит, сплэш будет больше наносить урона. Ну, и в этом плане, конечно, еще один микро-ап страйкера. Хотя, в прошлый раз, когда у нас апали смоку и страйкер одновременно, я, честно говоря, не заметил того, что там страйкер был как-то апнут. Но завтра мы, если вы хотите, то напишите по этому поводу в комментарии, если хотите, завтра по этим трем пушкам сделаем свой тест, свой, именно, свой анализ, я бы так сказал, именно обновление. Насколько жестко изменился баланс данных пушек, завтра мы все это можем протестировать, если вы, конечно, этого хотите. Поэтому, по этому поводу, отпишите обязательно в комментарии, хотите ли вы это или нет. Ну, и, в принципе, еще одно у нас обновление, которое произойдет завтра, это то, что матчмейкинговые битвы будут сокращены до 9 минут. По мне, это вообще полнейшая глупость, делать матчмейкинги уже по 9 минут, а не по 10. Хотя, с какой-то стороны, это будет быстрее в плане набора звезд, которые завтра у нас тоже начинаются. Поэтому посмотрим, насколько это все будет разумно сделано. Мне тоже интересно. Ну, можно тогда уже вообще матчмейкинговые битвы сокращать до каких 5 минут, почему ограничиваются на 9, я не понимаю, почему именно вот эта вот одна минута, что она будет решать. Может, это какой-то тест, может, еще что-то, но я пока, честно говоря, не в курсе. Ну, а что касаемо именно таки звездной недели, то она у нас продлится, как я уже и сказал, с 25 сентября именно завтрашнего дня по 1 октября. И за это время можно будет таки неплохо подзаработать. Это, конечно, уже не какая там прям жесткая охота за звездами, где можно выиграть там рикошет хт или там еще что-то. Ну, я имею в виду, как было с фризом хт. А именно здесь уже просто идет такая схема, то что за это время можно за 700 звезд получить анибированную краску руны. И в общей сложности можно заработать... У нас где-то здесь, наверное, должно быть написано, сколько можно заработать контейнеров. Я не вижу, где тут написано, но в общей сложности не так много получается. Тут 7, 6. Это сколько у нас? 13. 13, 18, 22. 22, 27, 28, 29. 30 контейнеров всего можно заработать. Я бы сказал, что это не так много. И, в принципе, в определенной системе можно только там понабивать каких-то 100, ну, максимум там 200 звезд понабивать. И в сумме вы уже заработаете 7 контейнеров и даже больше 8 контейнеров вы заработаете. И, в принципе, при этом вы особо много звезд и не набьете. Много вам времени уделять не будет. Ну, а 8 контейнеров можно заработать. Поэтому я думаю, что вот как раз-таки примерно около этого количества я бы мог бы набить. Ну, и, конечно, это все делается для того, чтобы опять поиметь какие-то деньги. Это уже хорошая варочка пошла у именно проекта за счет того, что вы покупаете бустер за 250 рублей. Ну, и проект варится. Нормальная тема. Не хотят они терять такой способ заработка. И, в принципе, в этом плане все понятно. Еще нам делают, конечно же, двойные фанды в Непробитвах. И, 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 и. Что еще, что еще, что еще. Ну, и какие-то тут определенно небольшие скидочки, по сути, которые вообще и не нужны. Ну, такие скидки 25% в магазине. Ладно, окей. 25% в гараже после Дня Танкиста, которые были 50% скидки делать. Ну, это вообще бесполезно. Ну, и 25% на шаг и 50% на ускорение. Ну, я разве что на мультах каких-нибудь могу поставить по одному шагу. И все, в принципе, 25% это ни о чем скидки. И они, в принципе, не нужны. Ну, и еще один у нас спецпак выйдет за 400 рублей. Ну, я не доначу, вам не советую. И, в принципе, это бессмысленно. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, и завтра, если вы захотите, то мы обязательно сделаем обзор пушек, которые у нас именно-таки подвергнутся балансу. Но у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok